Всем привет! И это очередной спонтанный влог. Я помыла голову, нанесла маску сейчас. Так, нужно немного походить, сейчас уже пойду смывать. У меня появилась крутая идея, как сделать ногти. Ждала, пока мне придёт в голову крутая идея, какой сделать дизайн, потому что, если я буду делать не то, что мне прям безумно нравится и хочется сделать, то я прохожу с этим очень мало, мне это быстро надоест, я буду делать это не так качественно, как хотелось бы. Так, сейчас это всё нужно будет убрать. Тут я вчера пыталась сделать какие-то идеи, чтобы снять какие-то мастер-классы. Тут моя креветка и какой-то фрукт, не знаю. Но пока отложу эту сторону. Вот, надо всё убрать, подготовить, чтобы снимать видео, потому что проблема в том, что в ТикТоке, в Инстаграме и на Ютубе разные форматы видео. То есть в ТикТоке это горизонтальные, вертикальные, а в Инстаграме и в Ютубе это вертикальные. Наоборот. В ТикТоке это вертикальный формат, а на Ютубе и в Инстаграме это горизонтальный формат. Я могла бы снять одно полноценное видео и для разных соцсетей нарезать его по-разному. Но так не получится, поэтому буду снимать несколько видео в ТикТок, параллельно ещё вам влог. Потом ещё отдельное видео на Ютуб про маникюр. И из этого видео про маникюр мне нужно будет сделать нарезку для Инстаграма. И при этом ещё в истории в Инстаграм что-то записывать. Поэтому супер сложно, но я буду стараться. Ещё мне пришла посылочка от Соды. Это приз за победу в конкурсе в ТикТоке. Я могу вам сейчас быстренько показать, что-то было. Подробный обзор у меня есть в ТикТоке. Может кто-то успел посмотреть в Инстаграме в историях. В общем здесь румяна, кушон, третий оттенок. Вот такие вот магнитные значки. Один я уже отдала. Вот такие вот крутые стикеры. Блин, они по-моему самые... Мне вообще кажется, что мне попался один из самых классных боксов. Очень классные стикеры. Прям такие разные, необычные. Видела, что попадаются более какие-то такие себе. Вот, потом там футболочка. Я не буду её доставать. Там вот этот вот динозаврик нарисован. Там написано, что она размера XXL, но по факту она, по-моему, М. Также здесь тканевая масочка. Мне, правда, написали в ТикТоке, что у кого-то она вызвала очень сильную аллергию. Но не знаю, посмотрим. У меня никогда не было аллергии на маски. Хотя нет, один раз была. Вот дальше это красненький каял для глаз. Вряд ли им буду пользоваться. Не знаю, может, для каких-то супер дней. Я вообще очень редко крашусь. Также помада. Обалденный оттенок. Я настолько рада, потому что всем приходят какие-то фиолетовые, металлические, золотые. А у меня крутая нюдовая матовая помада. Но на губах как-то у меня она скаталась. Но, возможно, что-нибудь с ней придумаю. А тут у нас набор теней. Вот и вот там оттеночки. Не такие фидовые, конечно, но чем-нибудь с ними придумать можно будет. Потом черная тушь. Мне очень она понравилась. Прямо так круто разделяет реснички. Прокрашивает их. И последнее. Это... Ну, консилер. Написано, что это тональная основа в стике. Не знаю. В первом оттенке. Мне, в принципе, понравилось. Храню все пока в пакетике, потому что мне так нравится, как это там все смотрится. Я вам, кстати, сейчас вставлю видео. Вот дизайны, которые я делала для конкурса. Но там условием было то, что нужно снять видео с использованием косметики, набрать 15 тысяч лайков и написать в комментариях то, что сода дарит боксы. И я сделала вот такие вот дизайны. Кстати, вот эти вот наклеечки, с которых я это срисовывала, они мне попались в туши. И вот это вот, собственно, помадка. Немного разобралась, оставила вот в лампу. Сейчас мне нужно будет слегка спилить верхний слой топа. И нарастить ногти, потом сделать маникюр. И уже будем переходить к покрытию. И вот так вот продвигаются дела. Пока что нарастила три ноготочка на правой руке. Сначала наращиваю всегда на правой руке, потому что, ну, левой рукой работать сложнее. Сначала я предпочитаю сделать все сложную работу, а потом уже правой рукой легко все наращивать. И как раз таки снимать на видео. Все. Это я пока делаю без съемки. В общем, я делала ногти. У меня сломалась машинка. У нее перестала работать форвард. А он мне был очень нужен. Такое же как-то было. Ее мы просто собрали-разобрали. И все стало работать. Я решила сделать так же. Но тут все падает. Я не знаю, как ее собрать. Тут не сходятся детали. Поэтому еще буду смотреть на ютубе, как собрать ручку от Фрейзи. Все. Я все починила. Прям горжусь собой. Как раз таки вытряхнула кучу пыли из фрезера. Потому что полтора года, что я им пользуюсь, прям капитально так я его не читила. И по-моему, он даже стал работать намного лучше. Поэтому буду продолжать делать маникюр. Я нарастила правую руку. Сделала маникюр. Сейчас буду наращивать левую. И потом уже приступлю к дизайну. Я решила, что наращивать я буду гелем и формами. Я уже нарастила правую руку. И сейчас покажу вам, как буду наращивать левую. У меня вот такая вот кисточка в таком ужасном состоянии. Просто на ней застыл комок геля. И мне пришлось его отрезать. И поэтому она такая странная. Но, в принципе, выложить материал мне не нужна. Супер ровная кисточка. Поэтому нормально. Это просто единственная кисточка, которая у меня не застыла. И которой я пользуюсь. Хранится она вот в таком вот самодельном колпачке. Я пилила поверхность. И ставила немного базы. Поэтому наносить базу дополнительно я не буду. И сразу буду приступать к наращиванию. Сразу предупреждаю, что делаю это я не совсем возможно так, как надо. А делаю так, как мне удобно. В моем случае на носкость покрытия это никак не влияет. Поэтому делаю как удобно. Все держится. И зачем что-то менять. Подставляю форму так, чтобы вот тут вот было продолжение. Отточку в роста. Приклеиваю. Смотрю, чтобы все было ровненько. И затем наношу небольшую капельку геля в стык между ногтевой пластиной и формой. И придерживая форму пальчиком, сушу это в лампе примерно 30-40 секунд. Я просушила, и таким образом я как бы зафиксировала нашу форму и ноготь. И дальше беру каплю геля и начинаю выстраивать длину. И также немного архитектуру. И сушу в лампе также где-то 30 секунд. Когда все просохло, я аккуратненько снимаю форму. И так как гель немного еще пластичный, я досушиваю это в лампе. И дальше я приступаю к опилу формы и поверхностному опилу. Равняюсь на уже свой второй сделанный ноготок. Я опилила форму, и теперь самое время выпилить ступеньку снизу. Вот с этой вот стороны очень сильно тут затекло. И делать я это буду вот такой вот фрезой. Не знаю, как она правильно называется. Очень удобно, чтобы как раз таки все выпиливать. Все, я выпилила весь лишний материал снизу. Вот такой вот получился ноготочек. И сейчас проделываю все то же самое с остальными четырьмя пальчиками. Работа продолжается. Сушу сейчас ноготочек. Вот, очень сложно мне на самом деле снимать. Как бы хочется сесть и сделать ногти, чтобы тебя никто не трогал. Для меня это какое-то такое расслабление. А тут тебе нужно все это делать под камерой. А под камерой это ведь неудобно делать. Впадает какое-то желание все это делать. Ну и с другой стороны хочется это и видео снять, чтобы вам показать, как это делать. В общем, вот пока что. Осталось два ноготочка. Правая рука уже закончена. Покрыла базой. Не помню, сказала я или нет. Также я очень люблю обратную часть ногтя. Вот эту вот сторону. Но я ее топом покрываю без липкого слоя. Мне так нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие вот пока ноготочки получаются. Сейчас пойду помою руки. Сделала маникюр. Все нарастила. Сейчас еще покрою сверху тоненьким слоем базы. И, наверное, сделаю небольшой перерыв. Вот такие вот ноготочки. Я их покрыла базой. Сняла липкий слой. Покажу вам вторую ручку. Вот. И теперь вот это вот все нужно убрать. Немного отдохну и буду доделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем, ноготочки закончены. Вот такие вот они. Хотела еще нарисовать здесь коричневую мишку, но прям мне что-то вообще лень, и он не получался. Поэтому просто беленький ноготочек. Вот. Пандочка-обезьянка, свинка и зайка. А на этой руке, а на этой руке значок Е, честно говоря, он мне нравится больше всего. Очень нравится место, в котором он нарисован, и вообще, как это все смотрится. Ну, а на этом, наверное, все. Я буду убираться. Время уже 11. Грубо говоря, целый день я просидела с ногтями, но учитывая то, что был большой перерыв, так сказать, обеденный. Вот. Возможно, сниму отдельно на типсах, как нарисовать это, потому что это, в принципе, рисуется просто, на самом деле. А с виду выглядит сложно. В общем, мне очень нравится, я прям довольна. Я как такая ходячая реклама Икеи. Вот. Надеюсь, долго прохожу с этими ноготочками. И у меня почти закончилась молочная база. Там, ну, там, в принципе, ее еще есть, но нужно будет покупать новую. Это мне, кстати, не очень нравится. Я не представляю, как я буду спиливать эти ногти, потому что эта база спиливается прям такими комками, хлопьями. Будет достаточно сложно. Ну, а на этом все. Спасибо большое за просмотр. До встречи в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!